А Михаил Саакашвили нас слышит и видит? Я вас слышу, по-другому. Да, господин президент, вот к вам вопрос. Вы же опытный на тему отторжения территории оккупации? Ну, конечно, у нас есть большой опыт. 2008 года и в сервисе годов, то это, когда Россия практически и так контролировала в Азии большая часть так называемой журналисты. Так вот, как вы видите ситуацию, которая сейчас создалась в Украине? Крым уже признан Российской Федерацией как субъект федерального значения город Севастополь, а Украина не собирается и никогда не будет признавать аннексии? Во-первых, надо понимать, что статической ситуации нет. Нет, и я как раз смотрел то, что Виталий Кличко ходил за военным сетям, поддерживал военных. Это очень важно сейчас, потому что при такой ситуации надо готовиться к худшему. И цель Путина, это, конечно, не просто Крым. Если пока это есть хорошо российские телеканалы, то совершенно очевидно, что их окончательная цель – это взятие власти над всей Украиной, это контроль политических систем вашей страны, это все время они будут развалить, и раскачивать ваши страны внутри. И поэтому, конечно, я на этом не останавливаюсь, это совершенно очевидно. Второй вопрос – это то, что это не просто украинские внутренние события, это события, связанные с международной реакцией, которая на эту страну и себе последовала. Я был необычен в Дюсселе, я был сегодня в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге, у меня был обмен, в том числе с Санкт-Петербургом Менкель, который мне сегодня, на самом деле, очень понравился, потому что она была более легкой, чем когда-либо в Санкт-Петербурге. Я думаю, что те меры, которые ввели американцы, достаточно бесплатные методы уже, и они достаточно себя ударят по Путина уже. И я совершенно надеюсь, что есть несколько этапов. Они будут часто проводиться эти меры с одним волнами. Теперь вот две волны ввели, я думаю, еще будет несколько, четыре, пять волн, еще это не смерть. И в конце концов, если ситуация еще дальше будет ухудшаться, и они не дальше будут покушаться в государственных государствах, я думаю, что они не только переходят полностью до струнных к росту немцев, но они могут заморозить свою резерву России. Это полностью пораживает российское правительство, потому что вся валюта России, она выграя в долларах. То есть Франкский банк, Федеральный банк и Федеральный резерв США, они имеют прямой доступ к российским бизнесам. И это такими, конечно, время принято отношение к революции. Так что, я думаю, что тут говорилось, что в чем решение проблемы, окончательное решение в том, чтобы Федеральный режим ушел из советских систем, как только Путину придется уйти, и Путину придется уйти со всех революций территорий, не только у нас, но и у нас. Я думаю, что это будет друг в городе. Это, конечно, будет болезненный процесс. Конечно, это будет принято на Сибири, асправдователь народа украины болезненный, но я думаю, что ни в коем случае никогда, не только, я не буду никогда, всякий перемиряться, но то, что все шаги, которые происходили по отношению к СНГ, по отношению революционного режима, по ухудшению, то есть, нижению уровня к народу этих отношений, все эти повышения по его готовности, по укреплению вашей государственности, все это приведет к тому, что произойдет отказ. Путин или отступает, или отступает? Вот, третьего нет. Этот человек не остановится, и он будет, по примеру, по дистанциям прошлого хорошо знать, но мы также хорошо знаем, что все дистанции хотят... Спасибо. Спасибо, Михаил Саакашвили, президент Грузии. Продолжение следует...